Сегодня российская экономика оказалась перед принципиальным выбором. Ситуация, сложившаяся в металлургической отрасли, наглядно продемонстрировала, что прежние, активно навязываемые системными либералами, подходы и методы уже не работают. Вернее, работают, но так, что лишь доказывают свою ущербность и вредность для нашей страны. Будут ли властями сделаны верные выводы, и если да, то какие. Ситуация и правда крайне тревожная. Под конец 2020 года выяснилось, что пока всем из-за коронавирусных ограничений было плохо, владельцы отечественных металлургических предприятий получили сверхприбыли. Вице-премьер Андрей Белоусов озвучил очень внушительную цифру. «Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас, государство, бюджет, в части госкоположений и гособоронзаказа, примерно на 100 миллиардов рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога». С начала 2021-го рост цен на металлопродукцию продолжился и стал представлять самую настоящую угрозу для экономического развития самой России. По разным позициям ценник на металлоконструкции вырос от 25% до 80%. Антирекордсменом стала строительная арматура, что привело к резкому увеличению себестоимости квадратного метра. В правительстве говорят об увеличении налогов и введении дополнительных экспортных пошлин, а олигархи в ответ кто отшучивается, кто дерзит. Кто же виноват и что теперь делать? Проблема, разумеется, возникла не на пустом месте. Отечественные металлурги объясняют, что рынок стали является глобальным, и цены на их продукцию диктуются общемировым спросом. Главным драйвером отрасли является восстановление промышленности Китая, который стремительно наращивает производство и потребление металлов. Пекин первым сумел справиться с последствиями коронавирусных ограничений, чего нельзя сказать о США и ЕС. Американцы и европейцы, напротив, снизили объемы выплавки металлов, потому дефицит закрывают за счет импорта. По этой причине спрос резко вырос, и невидимая рука рынка направила металл и металлопродукцию из России туда, где цены на них выше. Казалось бы, следует радоваться росту экспорта и поступлению в федеральный бюджет, но в правительстве РФ себя почему-то считают обокраденными. Но почему? Тут есть несколько принципиальных моментов. Во-первых, резкий скачок цен на металлопродукцию привел к увеличению стоимости госсоборонзаказа. Все эти фрегаты, подводные лодки, танки, пушки и самолеты, ракеты, снаряды и патроны. Надо из чего-то делать, а тут такое. Разруливать вопрос с олигархами пришлось на уровне Минпромторга. Когда министерство смогло добиться от поставщиков исполнения обязательств по контрактной цене, металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Будет составлен специальный реестр исполнителей госсоборонзаказа. Металлургические предприятия пообещали и впредь предоставлять скидки для нужд государства. В стадии обсуждения находится вопрос о закупках стратегического запаса в Росрезерв. Правда, все это лишь полумера. За скобками остались, например, нужды гражданского судостроения, авиастроения и прочих отраслей, напрямую не относящихся к оборонке. Дела в строительном секторе и вовсе таковы, что плакать хочется. Ценник на арматуру, например, вырос до 70%, 80%, 90% и даже 100%. Вместе с арматурной сталью подорожали и изделия ее содержащие, трубы, воздуховоды, инженерные сети, двери и прочие конструкции. В Москве стоимость одного квадратного метра в доме эконом-класса приблизилась к 220 тысячам рублей, а северная столица ее, к сожалению, быстро догоняет. Во-вторых, большое раздражение у властей вызвало то, что значительная часть полученных олигархами сверхдоходов прошла мимо федерального бюджета. Дело в том, что большая часть ведущих металлургических предприятий нашей страны зарегистрирована за рубежом, в офшорных зонах, что позволяет им оптимизировать свои налоги. Проще говоря, работают они здесь, а платят там. Если раньше, в тучные годы, это не вызывало у правительства вопросов, то теперь они возникли. Вот и десница Путина, вице-премьер Андрей Белоусов заговорил о введении специального налога. Но насколько эта мера будет оправданной? В ответ на данное резонансное предложение, олигарх Владимир Лисин вспомнил про Госплан, а его коллега и конкурент Владимир Потанин указал на то, что атака государства на институт выплаты дивидендов повредит привлекательности России в глазах потенциальных инвесторов. Если говорить совсем честно, то они оба вполне правы. Действительно, если власти по ходу дела будут перекраивать правила игры в свою пользу, желающих вложиться в нашу экономику может поубавиться. Владельцы металлургических гигантов действуют в рамках установленной самими системными либералами парадигмы и вдруг почему-то оказались крайними. Нет, мы не пытаемся оправдать этих людей в лихие 90-е, отхватившие у государства металлургические предприятия и теперь жирующих во время коронавирусной чумы. Просто надо, чтобы власти сами были последовательными в своих подходах. Сперва стоит определиться, что является приоритетом – это Россия для владельцев олигархов-металлургов или они для России. Если во главу угла у нас возведена священная частная собственность и прочие либерально-демократические ценности, то зачем тогда кошмарить бизнес, который работает по установленной самим либеральным правительством правилам игры? Тогда не надо душить металлургов дополнительными налогами и экспортными пошлинами, снижая их конкурентоспособность перед иностранными компаниями. Если же приоритетом у нас являются интересы государства, и это олигархи для России, тогда следует поменять правила игры для них, сравнять налоговую базу металлургов с нефтяной отраслью, регулировать экспорт квотами, поставляя за рубеж только те объемы продукции, что не востребованы внутренним рынком, а также принудить их всех перерегистрироваться в России. Если кого из олигархов такие перемены не устраивают, можно поставить перед ними вопрос о национализации активов. Вполне себе справедливый подход, но уже совсем иная социально-экономическая парадигма, верно? И тогда в Кремле следует прямо на берегу определиться, насколько далеко там готовы зайти.